Любопытная картинка, которую передавало агентство Associated Press, о том, как один из лидеров Донбасского ополчения, Денис Пушилин, смотрит за кадрами инаугурации Петра Порошенко. Сейчас он с нами на прямой связи. Денис, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, хочу прояснить сразу оперативную ситуацию, что происходит на Карловском водохранилище, действительно ли там ваши люди, ополченцы, собираются взорвать дамбу, и таким образом вода пойдет вниз по ходу этого канала и затопит деревни. Очередная ложь и очередная, скажем так, неосведомленность представителей Киева. Не более того. На самом деле, там одним из ополченцев, из командиров ополчения было принято решение затопить заминированные поля, которые вот украинская армия, то есть, произвела, то есть, вот и все, на самом-то деле. В никаком взрыве самой дамбы речи не идет. Это первое. Второе, вы знаете, вот только утром сегодня была инаугурация президента, так называемая, он там призывал к какому-то миру, но вот сейчас, буквально, наверное, в течение получаса назад был убит мой помощник в центре города. Жестоко расстрелян в своей машине. Вот цена словам Порошенко. Вот о каких визитах на Донбасс он может идти речь. А как зовут этого помощника? Можно ли узнать? Этого не было еще в сфотках властей? Сейчас следственная группа работает на месте. Это произошло совсем недавно. То есть, информацию узнаете позже. Но мы, скажем так, опечалены. Я вообще сам очень расстроен тем, что, в принципе, вчера прогнозировалось, я ждал большего от Петра Порошенко. Он оказывается просто не более чем марионетка в руках Запада. То есть, вряд ли он сможет что-то остановить и что-то сделать. Самым разумным было бы с его стороны это вывести войска, свои войска с территории Донецкой Народной Республики, с территории Луганской Народной Республики. После этого обменять военнопленных всех на всех. Всех тех, которые удерживают. Ну, собственно, сегодня Порошенко и говорил о необходимости того, чтобы стороны, по крайней мере, он говорил о Донецке, о Славянске и о Луганске, чтобы были все заложники отпущены. У вас же есть заложники, очевидно? Есть военнопленные в Киеве, есть у нас, естественно, есть шпионы, есть командиры нацгвардии и прочее, прочее. Вот и все на самом-то деле. Денис, ну, предположим, все-таки Петр Порошенко действительно приедет в Донбасс. Вы готовы вступить с ним в прямые переговоры, один на один? Возможно, готовы ли обеспечить его безопасность здесь, в Донбассе? Может ли он приехать действительно так, как приезжал во время предвыборной кампании? На самом деле, когда это он приезжал во время предвыборной кампании? Я понимаю, он был на востоке Украины? У нас он точно не был, уж поверьте. Это первое. Второе. О чем разговаривать, когда ежедневно уничтожаются наши граждане? Ежедневно происходит гибель, ломаются судьбы людей. О каких разговорах, о каких переговорах может быть речь? Любая война кончается переговорами, даже гражданская? Послушайте, то есть изначально сейчас наши, мы находимся у себя дома, наши ополченцы оружие были вынуждены взять для того, чтобы защищать свои семьи, свои дома и свою территорию, свою землю. Первый шаг должен идти, исходить конкретно из Киева, они должны прекратить карательную операцию, должны вывести военные подразделения с нашей территории. После этого только возможно что-то, о чем-то разговаривать. Но обратно же, мы по первым шагам видим. То есть сегодняшнее, вряд ли это было без его приказов осуществлено. Но следственная группа ведет уже свою работу. То есть вы с ним за стол переговоров не сядете, и ваши коллеги, пока последний солдат регулярной украинской армии и национальной гвардии не покинут территорию Донбасса. Правильно ли я понимаю ваши требования? Совершенно верно. Были ли уже какие-то контакты между администрацией президента после инаугурации в течение сегодняшнего дня и вашим правительством, вашими лидерами? Нет, не было еще. Может быть через губернатора Таруту или через его людей? Через Рената Ахмедова? Такого не было и Тарута, ну то есть это человек, который прячется где-то здесь, находится неизвестно. Я больше чем уверен, что он и не на территории Донбасса, тем более Донецка, поэтому о чем говорить? То есть он лжет на камере, когда он заявляет, что я нахожусь на 11 этаже, а у нас проходит пресс-конференция. Вот что такое человек Тарута. Какие переговоры? Да, ну и все, что касается еще раз сегодняшней ситуации. Все-таки значит, что ваши ополченцы все-таки пытались затопить некие поля и деревни. Правильно я понимаю, но по вашей версии там находились мины украинской армии? Никаких, ни о каких затоплений, никакой деревни идти речи не может быть. Мы не будем губить, это наше, мы находимся у себя дома. Мы у себя ничего не разрушаем и ничего не затопляем. Действуем, если какие-то действия наши направлены, то только лишь против противника. Да, спасибо, это был Денис Пушили, один из лидеров ополчения самопоразглашенной Донецкой Республики. Он утверждает, что не сядет с Петром Порошенко за стол переговоров, пока не будут выведены украинские войска и национальная гвардия с территории Донецкой, так называемой Донецкой Республики. Тем временем Россия усиливает охрану государства.